Белоснежная кожа, аккуратно прибранные волосы, статная фигура, жизненный опыт за спиной. Чем не пример для юных девушек? Императрицу Александру Фёдоровну, жену Николая I, и сейчас считают покровительницей образования. Её портрет в полный рост украшал не одно женское учебное заведение по всей России. В этом году иркутскому портрету императрицы исполняется 170 лет. В 1846 году по заказу Девичьего института Восточной Сибири его написал Карл Рейхель, приехавший в Иркутск с семьёй навестить родственников жены. И когда иркутяне узнали об этом, они сразу, можно сказать, кинулись ему в ноги. Напишите, напишите портрет. Портрет Александры Фёдоровны. С чего писать? Александра Фёдоровна далеко, в Петербурге. Но в Иркутске, скорее всего, был графический чёрно-белый портрет императрицы Александры Фёдоровны, который выполнен был с живописного портрета английской художницы Кристины Робертсон. На иркутскую картину Рейхелям не были перенесены многие детали. Например, отсутствует собачка, любимые цветы императрицы и мантия сменила цвет с синего на красный. В художественный музей портрет попал после революции. Больше года картины не было в экспозиции. Портрет находился на реставрации. Заменили предыдущие реставрации заплатки на новые, подвели грунт, тонировали, работали с лаком, конвертировали оборот и покантовочную рейку оставили. В экспозицию портрет Александры Фёдоровны знаково вернулся 1 сентября. Существует легенда, что студентки Института благородных девиц во время экзаменов приходили к покровительнице, молились ей и спрашивали, удастся ли им получить высокую оценку. Если императрица кивала, то ученицы могли успокоиться, экзамен будет сдан успешно. Если же нет, ещё усерднее брались за учёбу. Сотрудники музея рассказали, что и сейчас иногда замечают, как нынешние студенты украдкой спрашивают совета у портрета императрицы.